Тили-тили-ти-тили-ли-тили-ли-ли Слушай, мы нащупываем вообще офигенную, офигенную тему И нам надо идти конкретно в жизнь Конкретно в жизнь, а жизнь у нас будет в ночи В ночь нам надо идти потому что именно ночь дает то что мы называем жизнью а это и есть смерть смерть мы же идем даже вот смотри возьми на ночь мы почему уходим чтобы отдохнуть до чтобы отдохнуть от жизни набраться сил который мы здесь теряет потому что здесь во внешнем смертность но смерть слушай какая тема в этом ракурсе мы еще не разворачивались ли мы его начнем разворачивать я думаю что у нас даже будут сопровождающие тот кто нам подкинул эту информацию какая-то из наших структур а это какая-то наша структура черная с белой тогда же возьми возьми когда нам приходит информация во сне понимаешь да вот смотри твоя марточка уже давным-давно должна была умереть это ляль . да их путаю их так много я их путаю у нас же старушечка старушечка совсем старушечка старушечка живет потому что ее любят ляль . блин получается смотри какая штука в тело физическое живет и ночью и днем только но днем включается эго ум и все программы а ночью она спит неподвижное но не бегает не прыгает и у бога тоже отключаются возможности некие и у него при этом регенерация запущено самовосстановление запущены и так далее запущены другие другие блоки программного обеспечения другие блоки программного обеспечения через что мы можем выйти туда через запросы в дневное время через запросы в дневное время это как а в смысле как мы и делаем а то это может и еще если мы берем миг мы все время вот миг и заходим с этой стороны а если в миг зайти перевернуть и зайти с этой стороны не об этом ли речь мы привыкли день-ночь это право-лево да но у мига есть и другой срез этот и этот мы заходим с этой стороны с этой стороны а почему-то осознавала что зад это и это и эта часть они там ну переходят как-то там встречаются или как его знает когда вот сюда смотришь на она уходит уходит куда туда куда я не вижу и ты за и у меня так тысяч ночью у меня вот после этого кстати пошли какие-то озарения и очень много я их не помню сейчас пыталась вспомнить но очень сложно вспомнить то есть человек когда когда боится когда злится когда обижается на кого-то не важно на себя на как не важно на себя и на кого-то он эту штуку свою прячет в самую потаенную место у себя а эта штука самая сильная теперь смотри мы ходили в змеиный глаз мы всегда ходили отсюда мы никогда не ходили оттуда нам надо пробовать войти потому что даже если мы возьмем хрусталик человека да вот он есть вот есть запись информации тетраэдры там и так далее а есть переотражение чистого сознания именно в чистом сознании именно это переотражение глаз бога смотрит во внутрь и она есть она просто есть и мы можем это учитывать можем не учитывать но мы это учитываем на именно когда мы работаем вот ну когда мы так входим в подсознание так мы никогда не входили охренеть что сейчас я скажу осознаю самая невидимая часть сзади да и причем она она не широкая она именно вот сзади когда человек вот возьму тебя туда засунула что-то даешь этим ты засунув спрятав самую свою сильную часть ты ее же доступ к ней в каком плане это точно так же как обиды злость цепление зацепа она будет входить в тебя потому что это у тебя сзади смотри когда человек боится когда человек агрессирует вот на что-то именно это приходит к нему потому что у него в самой сильной части бля смотри мы распаковали периферийное зрение где зона который не попадает зону подсознания это не надсознание и не подсознание это переотражение надсознание куда это вершины меркаб это мершина меркабы та часть которую мы не видим которая не переотражается которая вот эта часть вот момент здесь и сейчас режет вершиночки это вот эта вершиночка та часть которая не доживается человеком за которую цепляется бутерброд и потом разматывается во вспышку и переходит в инкарнационный цикл понимаешь о чем та часть как однако от которой не распадается но тогда этот эта часть опять-таки начнем с того что она самая сильная это бессмертие это бессмертие да это бессмертие то есть если мы по если мы познаем смерть мы познаем бессмертие это программы связаны именно с бессмертием если мы познаем ночь мы познаем день а почему а потому что если мы познаем ночь мы становимся управляем своим днем то есть бессмертный а это тоже самое по и познаем смерть мы и познаем бессмертие ну это это об этом где-то что-то может ли совсем я правильно произнесла но ведь смотри если мы мы если мы осознаем ночь управляем своим управляем с собой во время сна то мы бессмертным ну согласись смотри потому что ты есть тот то есть ты себе создаешь следующий день и этот день ты осознанно создаешь и можешь создать любым да и зачем в этом дне создавать старое тело и зачем в этом дне создавать умирание и декорации к умиранию то есть на самом деле тема офигенная и она очень интересная она реально очень интересная и ты знаешь если брать нас сейчас люди боятся но реально боятся то вот при развороте этой информации будет вообще страх мы сейчас что сказали это самая сильная часть самая сильная часть по самая сильная часть и она же получается она же получается мгновенная сон у нас сколько длится глаза закрыл глаза открыл жизнь все вот эти вот миги в жизни у нас очень много мигов мига морганий глазами а ночью у нас глаза закрыты и у нас вся ночь это один миг и таким образом днем у нас информация перезагружается постоянно то есть в процессе смерти у нас очень большое если жизнь считать что это смерть то у нас очень большое количество перемегиваний за жизнь проходит за день проходит весь инкарнационный цикл по мигам миг 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 то есть смерть это большое количество мигов а жизнь а теперь смотри возьми эту этот эту сторону вы пошли да там ну там мы нашли что потаенные что мы раза раздвинули там эти шарики а пошли сюда что мы нашли мне глаза у так разъезжались и собрать не могли и собрать не могли мне натуральные глаза казалось что у меня глаза смотрят вот один вас сюда вторую сюда понимаешь что и там конкретно эффект виртуальной реальности там конкретно разворот диапроектора на увеличенный растянутый сюжет и заметь как сюжет строился вот ты взяла печень больного человека и ты и она везде это здоровая она полностью здоровый вариант пункт так есть и полетела да и и получается что это а на самом деле это миг печень но он вот такой и других органов не существует не туда надо лезть там надо смотреть как строится сюжет и это ты знаешь что что это напоминает как у художника есть картина и это напоминает мазкина картину то есть кажется что это ничего не значит но на поверхности но на на повестке дня в конце будет целая картина нарисована именно из мазков она будет состыкована а там именно из мазков из мигов наша жизнь стыкуется из мигов из мазков мазок печень мазок почки мазок 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 и в каждой закладке это знание определенный то есть вот как как ты сказала мазок да но мазок этот что будущее будет печень допустим да мазок вот будет печень как знание а это миг миг то есть ночь знание что вот завтра будет завтра что там будет завтра блин ночь это то что надо познать это прямо прямая связь торт с этим создателя то есть как это волшебно на самом деле волшебная палочка и вход в него наташа я сегодня пойду вот вход сюда сюда вот вход вход в ночь вот сюда самая тайная самая тайная комната вот как ты видишь чем чем бы ты хотела заниматься через полгода год забросила так забросила через полгода год знаешь во первых мы с тобой говорим о том что надо жить здесь и сейчас да но забрасывать туда картинки поэтому то что ты сейчас предлагаешь забросим я моя самая это картинка которую я всегда хочу это быть там где я хочу именно то есть вот знаешь как я допустим я ли хочу путешествовать но путешествие не так что вот я путешествую нет вот я живу живу потом бах а поехали куда поехали сменили картинку вот это моя самая заветная мечта и при этом получать вот именно как вот я сейчас занимаюсь инфо дайвингом да это такой кайф это так мы же с тобой порой говорим о том что блин вот когда пруха идет да как же интересно так мы же с тобой уже бессмертный потому что столько интересного да так вот так вот когда ты путешествуешь и еще при этом занимаешься своим любимым делом ну это действительно рай да когда ты осознаешь что у тебя есть чем любоваться но ты неправильно так я это неправильно говорю когда ты осознаешь что у тебя не только возможность любоваться а возможность осознанно любоваться да осознанно получать это удовольствие вот эта разница ну вот я например когда думаю о будущем я себе задавала разные вопросы и вопрос хочу я консультировать там и лечить больных людей не хочу вот реально сегодня я это осознаю в моей реальности я хочу чтобы все были здоровы то есть как то и когда человек входит в мою реальность он должен быть здоров и здесь у бога есть два варианта чтобы изголиться да у того бога который есть я первый вариант это отфильтровать и убрать всех больных да оставить только здоровы и второй вариант это действительно развитие способности когда ты начинаешь взаимодействовать с человеком он поправляется в очень короткий срок и ты знаешь мне интересна именно вот эта вторая часть потому что мне всегда были интересны массовые психотехники а массовые психотехники они чем интересны ты вроде бы производишь одни и те же действия даже техническая база может быть но очень близкая да но когда ты работаешь с одним человеком то результаты работы проявляются на порядок сложнее чем когда ты работаешь с массой ну для примера просто из опыта бесконтактный бой да основа гипноз и вот ты начинаешь работать да или там не ты там спец начинает работать если один на один с человеком то как правило человек должен быть сомномбулического типа иначе на него там эти воздействия не так оказываются ну не это вот не падает он а если ты возьмешь вот эти массовки посмотришь как там крест показали вся толпа упала это на чем это на внушении это массовая психотехника и если брать религию то религия всегда использовала массовку и эта массовка она всегда как более простой вариант заходила в психику в коллективном и она же действительно давала выхлоп очень большой действительно люди поправлялись и чудеса происходили и так далее я когда сейчас смотрю я понимаю что если рассматривать сейчас наше время как переход то инфодайвинг это тот инструмент который помогает людям перейти на высокие частоты и переводить по одному как мы сейчас перевешиваем да для того чтобы человек поправился это это очень трудозатратно а еще если учесть как он упирается и руками и ногами знаешь я все время вспоминаю кадр из мультика когда там летит по трубе да и так когти выпустил тигр по льду да и с торможением и люди точно так же тормозят сопротивляются чтобы остаться в старой картине мира вот и вот в этом случае я понимаю что я бы хотела перейти на работу на работу с коллективными такими штуками с использованием массовых психотехник когда ты перепрописываешь или закладываешь информацию в определенной ячейке общества и эта ячейка раз и становится здоровой например все равно впереди если брать игрушку то не будет игры в болезни она выключается сейчас будет игра в бога в создателя в творца в абсолют в проявление человека как бога в осознавание бога все уже пошла симуляция будет играть на других частотах и получается болезни так на тех частотах отваливаются и сейчас у людей есть выбор вверх или вниз и этот выбор абсолютно условен то есть если ты не двигаешься вверх ты просто возвращаешься в инкарнацию назад и все и никаких проблем и никто не не совершает насилие это кстати даже видно по родителям которые с детьми к нам обращались там раз первое улучшение пошло и мама ничего не делает папа ничего не делает более того а даже агрессирует на тему когда просишь написать например новую будущую жизнь и ты понимаешь что они при этом совершают выбор мне устраивает старый вариант я оплатил вашу консультацию для того чтобы успокоить свою совесть что я сделал все для того чтобы мой ребенок поправился то есть я и там был я и там был я и там был я хороший родитель программное обеспечение отработано хороший родитель и ничего не помогло еще сверху программа кирпич на голову и все и это выбор симуляция это принимает и говорит прекрасно ты играешь в игру инвалид но в 2040 году нету инвалидов значит до этого срока вы должны господа отправиться во своя си туда где то есть и у меня вот такое ощущение что вот эта фильтрации будет и будет она через ковид или еще через что то оно вообще не принципиально ты знаешь да ты знаешь пока ты говорила я вдруг осознала что мы знаешь где находимся сейчас в центре тора все человечество именно в центре тора и произойдет вспышка она и для того чтобы кто-то у кого-то пошло вверх у кого-то вниз то есть изменились видишь вспышка тора вспышка тора может быть реальная как инкарнация в теле может быть реальная а может быть информационная по сути дела всех людей кого мы вытаскивали с того света у них у всех была вспышка тора и перезагрузка на новую жизнь и при этом тело осталось старым и потом это тело типа делали врачи собирали и человек поправился но у него полностью информация на новую жизнь просто у него детство и рождение заменено процессом выздоровления выхода из болезни вот и все вот и все и все и все Продолжение следует...